Друзья, всем привет из Западной Сибири. Ну вот, осталось всего 20 дней до окончания нашей сибирской зимы. Сегодня 10 марта. Посмотрите, какая замечательная погода. Сегодня оттепель минус 2, но поднимается ветер. Погода меняется. Сегодня новолуние. Нас ждет еще целая неделя. Морозная ночью до минус 20, днем минус 8, минус 9. Видно вам, да, как ветки качаются на ветру? Ну, такое красивое мартовское небо. Ну, а мы, друзья, взвесились и очень впечатлились. Да уж, не тот сибиряк, кто не мерзнет, а тот, кто одевается по погоде и с аппетитом добротно питается в зимний период. Ну, а оттепель. Вот она с крыши капает. А мы с вами посмотрим глубину снежного покрова в этом сезоне. Это Омская область. Мы с вами на даче. Скользко. Да, пора сбрасывать вес. Пора открывать дачный сезон. Ну, а глубина снега вот такая. Измерим с вами лопатой в шестом. Чистим дорожку, друзья, чтобы можно было в конце марта или в начале апреля по погоде произвести обрезку всех деревьев по возможности. Да, снег глубокий. Такое добротное снежное покрывало. Друзья, это к богатству, к хорошему урожаю. Снег бросаем в сторону березы. Прогноз нам сообщил, что земля промерзла примерно на 70 сантиметров. Посмотрите, какая красота. Алмазный снег. Богатство Сибири. Так что земля промерзла. Как будет таять, никто не знает. Все будет зависеть от температуры воздуха. Сейчас вместе с вами воткнем лопату в снег и посмотрим, какая здесь глубина. Да, глубина, друзья, большая. Лопата утонула где-то там. Видно вам? Вот так. Что интересно, всю зиму не было следов на даче, на этом глубоком снегу. Вот сейчас, смотрите, наверное, это птичьи следы. В следах я не разбираюсь. Ну вот, по-моему, сегодня ночью шел снег. И вот будем чистить дорожку, чтобы пробраться к своим яблоням, грушам. Ну, красота! Такое покрывало, друзья, оно искрится. Ну, настоящее алмазное покрывало. Пойдем измерим снег еще и в шестом. Посмотрим. А вот к заборам прилегает снег с ложбиной. Нельзя в Сибири, друзья, высаживать. Что-то ценное под заборами может вымерзнуть. Ну, какая красота! Где же наш шест? Мы его оставили в последний приезд на даче. Да, такое бы покрывало, да в декабре. А в декабре, друзья, у нас было ниже минус сорока без снега. Смотрите. Вот он, наш шест. Померяем с шестом. Чем ниже по участку, тем снег, конечно, глубже. И, наверное, сантиметров 70-75. Моя любимая мартовская яблоня. Ветки живые. Но это ни о чем не говорит. При таких сильных морозах, конечно, могли вымерзнуть и почки. Ну, посмотрим. Вот так вот. Да, чем ниже по участку, тем снег глубже. Ну, а кто спрашивал про яблоню осенняя полосатая или шлейфинг? Друзья, это сорт штамбовой яблони не для Сибири. Она растет высокая, плодоносит. Начинает примерно через 8 лет. Ну, а погода цикличная. И 8-10 лет, сильно морозная зима. И у вас уже, у яблони нет ни веток, ни верхушки. Лучше какие-нибудь другие сорта. Эта яблоня, наверное, должна выращиваться с другой стороны уральских гор. Но, вообще-то, она плодоносит. Так что, вырубать ее мы, конечно, не станем. Все деревья нуждаются в обрезке. Груша Чижовская в тихом уголке сада будет плодоносить хорошо. На открытом пространстве тоже может подмерзать. Смотрите, какой глубинный снег. Ну, очень красиво искрится. Снежное полотно. На солнце просто красота. Да. Ну, что ж, посмотрим, какую погоду принесет нам наступающая весна. Сложно даже представить. Главное, друзья, чтобы не было потопа по промороженной почве. Ну, надеемся, что все будет отлично. И мои пионы будут вполне себе счастливы, как всегда. От такого количества влаги, представляете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok